всем привет ребят сегодня будем производить такую простенькую работу которую как бы казалось может произвести каждый без просмотра данного рода видео в youtube но тем не менее в каждой работе даже самый простой всегда есть некие нюансы daihatsu sirion кому интересно это sirion 2009 года самый слабенький самые простенькие это литровый моторчик на 70 сил механическая 5-ступенчатая коробка было здесь приобретено вот такое масло заказал я на автодоке скажу какая разница может кому-то будет полезно кто здесь находится в чем плюс удобство заказа без проблем да кстати вот я снимаю на новый телефон ребята которые постоянно смотрят мои видосы скажите видео качественнее кстати прошлый видос или какой там у нас был за поездку за audi уже на этот телефон это телефон google pixel 6 купил я его на черную пятницу была выгодная цена поэтому раскошелился думаю для того чтобы видосики были немножко краше немножко качественнее и так далее то и в будущем этот телефон уже немножко устает у меня то и качество у него уже отстает от времени ну да ладно вот такой сайтик у нас автодок вот крестик такой оранжевый здесь я и заказывал значит масло монол с молибденом взял моторчик уже тут не сильно такой чтобы сильно почему 10 в 40 потому что было у меня 5 в 30 по пути пришлось перевести на 10 в 40 потому как по городу сколько жена вот моталась в садик по магазинам туда и вообще никакого расхода масла не было вышли на трассу все началось только успевали заливать поэтому к сожалению пришлось перевести ее на 10 в 40 ну и сразу естественно расход уменьшился то есть да по-любому он остался некий ну скажу так процентов наверное на 70 стал меньше значит масло здесь вышло в автодоке мне в районе что-то под 19 евро вот эта канистра масляный фильтр точнее у нас элемент до картридж кто как хочет называть но элемент будет правильнее в районе 5 и воздуха но в районе 6 по моему что-то они обманываем от 5 они стартуют это что-то 8 или 9 евро потому что man все-таки хороший и этот в районе 6 евро в таком духе единственное что автодок гадости такие в отличие от ебэ берут за доставку 6 или 7 евро я вообще будем проверять сегодня вот такой насосик условий у меня как у меня нет дома мой уголок вот такую спасибо фолькеру разрешил мне занять вот это место и тут вот инструментик мой и так далее так далее так далее тут вот еще привезли ребята мотались недавно в марик тоже заскочили домой закладные кое-какие взяли поэтому спасибо азур тебе кстати за то что привез ну и фолькеру за то что разрешает мне здесь пользоваться данным гаражом снизу тоже все так ребят этим насосом я ни разу не пользовался поэтому сегодня проверим и узнаем хорошим или плохо данным насосом выкачивать масло через трубку щупа двигатель у нас теплый машина ездила приехал минут 40 назад поставил по-хорошему ребят правильно чтобы она постояла стояла чтобы масло везде стекло но чтобы двигатель был теплый здесь установлен трехцилиндровый мотор с одним фазовращателем на впускном валу и цепным приводом грм как обычно перед сливом откручиваем пробку которая саша закрутил да не хочу сейчас проверим влезет ли наша трубочка кстати вот масло уже потемнело и уже приблизилась к минимуму по чуть-чуть по чуть-чуть начал по трассам бегать до азура кстати за инструментом 200 километров в одну сторону немножко там немножко сам и масло подъела также ребят снимут корпус воздушного фильтра хочу выкрутить свечи потому как на холодную бывает поддергаются и как тяга мне не нравится прогревается вроде нормализуется после одной заправочки чего-то начало вот так конючий вот вам и в германии бенз хороший да фильтр уже кстати такой так себе так надо же насосик проверить крутится ли он вообще кто-то смотрел один обзор ребята сказали что он там при сборке был крыльчатка была зажата наглухо и он вообще не крутился не работал и только после переборки он начал качать этот крутится но сухой сухой по-хорошему сюда конечно залить немножко масла чтобы хапанула его вот смотрите как сапожники без сапог ездят ленте что обнаружил я думаю что при холодном пуске у меня ремешок подписывает верхний болт генератора отпущен натяжка слабая и перекошен естественно поэтому затручиваем назад так подготовил тару прозрачную так интереснее будет нацепил шлангу набрал масло приготовил ну конечно лучше шприц лица у меня к сожалению нет здесь указано направление потока то есть засасывать будет естественно отсюда выкачивать будет отсюда вот давайте послушаем звук мотора без масла и потом залью масло запомнили заполнил маслом проверяем слышите уже чуть по-другому под нагрузочкой значит хорошо зима на дворе так а теперь как бы понимать что он полностью влезет значит давайте хочу по отталкиваться от длины щупа так вот маркером сделал себе отметку докуда щуп и это для того чтобы понимать полностью ли у нас погрузилась трубка до самого дна или нет вот тут она упирается во что-то и это не есть хорошо пробую вставлять да ребят на двигателе один кр-фе у вас не получится так сменить масло поэтому придется по старинке но вообще-то да вам просвечу как правильно делать моменту значит у нас всегда есть масляный фильтр данном случае вот он стоит у нас внизу к низу элементом внизу элементом тут по сути без разницы в такой последовательности выкачивать масло потом выкручивать фильтр или наоборот когда у вас элемент стоит находится вверху двигателя где-то вот верхней части вот здесь может быть не в самом верху посредине на хунда ях бывает он это на таком уровне здесь находится на дизельных значит на бензинках обычно здесь где-то находится либо здесь мы без разницы не фильтр затем выкачивать и масло почему это так происходит ну почему для чего это делать так а не иначе потому как корпусе этого масляного фильтра есть клапан всегда для того чтобы при первом запуске у нас мотор сразу подавал давление масла в систему то есть чтобы фильтр у нас никогда не был пустым он всегда наполненный есть клапан который предотвращает спуск масла картер самого фильтра корпуса фильтра и поэтому пока вы не начнете откручивать пока ваш корпус фильтра с этой лапки не слезет с этого клапана вот только она слазит у вас открывается клапан и масло стекает в поддон поэтому вполне возможно если вы выкачаете масло если все у вас рабочие не вполне возможно так и будет то вот а система 200 300 грамм у вас останется еще в этой чашке скажем так которая уйдет только лишь после того как вы сам фильтр выкрутите выкрутите и приподнимите тогда у вас клапан откроется и все стечет вниз поэтому обязательное требование сразу выкручивайте фильтр а потом выкачивать и масло ну а я по старинке полез откручивать так ребят вот что значит зажимать с правильным моментом все срывается все крутится все зашибись то я уж боялся без коронки не обойтись головку на 14 берем и срываем пробочку да это не дизель ребят это большой минус мне все некогда ну слилось где-то у меня 2 100 но уровень был на минимуме как мы знаем у нас от минимума до максимума как правило 700 тире литр уходит поэтому плюс минус правильно масло я скажу такое хоть и темное но еще еще скользкая хорошая ну честно уже переходил также этот факт подтверждает чашка фильтра видите грязь на днище внизу нижней точке можем наблюдать грязь так вот кстати выкрутил свечки что нам это показывает первая свеча по нагару по резьбе видим сухая чисто первому цилиндру вопросов нет 2 нагар уже чуть темнее и видим резьбовая уже несколько в масле ну а третья вообще вся резьба в масле на расскажем так более-менее что маслосъемные колпачки же в первую очередь в любом случае пока у меня новых свечей нет сейчас их почищу помою тут кстати тоже вот эти некие пропуски буду заказывать свечки ну и зазор естественно тут великоват миллиметра полтора должен быть в районе одного в каждом наборе практически каждом себя уважающим наборе так хорошим помимо фильтра помимо двух колечек должна быть вот такая штучка штуцер по поводу резиночек это вообще по умолчанию менять их обязательно надо по крайней мере основную толстую этой допустим вы редко пользуетесь маленькой толстую обязательно меняйте только выкрутили фильтр сразу меняйте для чего вот такой штуцер многие сейчас напишут не знаю да возможно многие и не знают вот выкручиваем с корпуса вот такую пробочку здесь резиночка маленькая и когда на месте вкручиваем этот штуцер что у нас происходит тут есть клапанчук такой хорошо подпружиненный такой плотненький и вы когда закручиваете его сейчас вот я докрутил от свободно крутится легко потом хлоп и уплотнение пошло это вы уже давите на клапан и вы дальше закручиваете у вас клапан приподнимается и масло стекает с этого корпуса фильтра для того чтобы у вас не было так как у меня когда мы откручивали что все в масле да вот это вот по наружу сразу выкручиваем ту пробочку четырехгранником на сколько у нас он получается на 10 до такой вот через этот штуцер у нас масло стекает полностью с этой чашки но и все и потом мы выкручиваем не ничего не обсирает ничего у нас не засирает вот так вот я помыл обязательно мажем маслом уплотнители зажимаем стакан идет он от руки потом плотненько от руки момент затяжки 25 ньютон метр не больше и закручиваем пробочку ребят меня развели отработку продали ладно шучу молибден вот такую темное масло если вас пугает темно-серый цвет и непрозрачность масла с москва знаете это никак не отразится на работе функционале вашего двигателя и всех его систем все дело в том что обычные автомобильные моторы не содержат в себе узлы которые контролируют цвет или прозрачность масла и того молибден можно и даже желательно использовать для продления активной жизни вашего мотора после первого пуска после того как закачает масляный фильтр перепроверим и доведем до уровня так лампочка давления масла нам важно пускать все погасло все окей даем стечь маслу минут минутки 3-5 перепроверяем уровень и доводим до нормы значит ребят автомобиль без турбины без гидрокомпенсаторов можно держать в районе серединки если же у вас либо та либо иная присутствует то есть либо гидрики либо турбина значит надо уровень стараться держать выше среднего чтобы не было масляного голодания но вообще данные двигатели тоже не любят низкого уровня масла поэтому желательно держать тоже ближе к максимуму так что ребят такой получился видосик кому-то бесполезный кому-то вроде как с нюансами и пригодится поэтому не забываем за лайки ну а я не перестаю вас радовать своими видосами все спасибо за просмотр особенно тем кто досмотрел до конца вам от меня жирный лайк всем удачи здоровья мира всем пока